Всем доброго времени суток! Моё путешествие по Юго-Восточной Азии включало в себя кратковременное посещение Сингапура между Индонезией и Малайзией. Зажато, если так можно выразиться, это микрогосударство. До прилета сюда знало о Сингапуре немного то, что это экономически развитое небольшое островное государство с жесткими законами и многочисленными штрафами, что Сингапур победил коррупцию и всего лишь за несколько десятилетий из отсталой нищей страны без ресурсов и даже без пресной воды превратился в самую настоящую золотую клетку. Находящийся на пересечении многочисленных международных морских путей, Сингапур – город, порожденный глобализацией. Само же название Сингапур происходит от санскрита. Синка – это лев, и Пура – это город, то есть буквально получается город льва. Но символ города не обычный лев, а Мерлайн. Иногда говорят Мерлеон. Это слово производное из двух и означает мифическое существо с туловищем русалки на английском «мермейд» и головой льва на английском «лайн». Согласно легенде, такое существо обитало рядом с островом и охраняло жителей от опасностей. В общем-то, бетонная скульптура весом 70 тонн и стоимостью 165 тысяч сингапурских долларов с 1972 года стала символом Сингапура. Интересно было бы узнать, что является символом вашего города. Поделитесь в комментариях. Как известно из древних китайских карт, еще в древние времена на этой земле располагалось поселение Тумасик, которое занимало очень важную роль в Малайском королевстве. Позже Британия в лице своего колониального администратора Стэнфорда Рафлза организовала переворот и обманным путем поставили своего султана и подчинили эти земли под свой колониальный контроль. Это было необходимо британцам для того, чтобы беспрепятственно использовать Малакский пролив для транспортировки опиума из Индии в Китай и чая из Китая в Европу. Создав рынок беспошлиной торговли, британцам удалось молниеносно развить остров и привлечь переселенцев из различных регионов. В то время сюда переселилось очень много китайцев и индусов. Таким образом, Стэнфорд Рафлз стал основателем современного Сингапура. И надо заметить, что сингапурцы его достаточно уважают. Ему установлены памятники и названы очень многие места его именем. Но самым известным правителем, сделавшим Сингапур процветающим и богатым, является известный Ли Куан Ю. Несмотря на китайское происхождение, в детстве его называли Гарри Ли. Именно он поставил себе задачу сделать из Сингапура единое сплоченное государство, общество для многих разрозненных народностей из Китая, Индии и Малайзии. И это нужно заметить, у него получилось. В общей сложности он прямо или косвенно проправил Сингапуром 52 года. Широко известно высказывание Ли Куан Ю. У меня было два пути. Первый – это воровать и вывести друзей и родственников в списке Форбс, при этом оставив свой народ на голой земле. Второй – это служить своему народу и вывести страну в десятку лучших стран мира. Я выбрал второе. В ходе крупнейших реформ он сумел создать универсальную систему меритократического, высокоэффективного и антикоррумпированного правительства. Он отстаивал меритократию и мультикультурализм, сделал английский общим языком для интеграции эмигрантского общества, и содействия торговли западными странами. В то же время предписывая двуязычие в школах для сохранения родного языка учащихся и этнической самобытности сингапурского населения. Меритократия – буквально власть достойных. Принцип управления, согласно которому руководящие посты должны занимать наиболее способные люди, независимо от их социального происхождения и финансового достатка, используется преимущественно в двух значениях. Первое значение термина соответствует системе, в которой руководители назначаются из числа специально опекаемых талантов, такая система в значительной степени противоположна как аристократии, так и демократии. Второе значение, более распространенное, предполагает создание начальных условий для объективно одаренных и трудолюбивых людей, чтобы они в будущем имели шанс занять высокое общественное положение в условиях свободной конкуренции. Главными шагами в создании современного Сингапура стали борьба с коррупцией, тотальный контроль над населением, привлечение инвесторов и развитие инноваций высокотехнологичного производства. Сингапур сможет выжить лишь в том случае, если министры и управляющие чиновники будут неподкупны и квалифицированы. Необходимо показать сингапурцам связь между упорным трудом и высокой наградой за него. Только при таком подходе люди иностранцы и жители страны станут вкладывать инвестиции в Сингапур, лишь тогда сингапурцы будут работать для самореализации и обеспечить себя и своих детей хорошим образованием, вместо того, чтобы мечтать о связях и надеяться на подарки со стороны влиятельных друзей и родственников. В 1960 году было создано бюро по расследованию случаев коррупции, которое наделено авторитарными полномочиями. Без решения суда оно имеет исключительное право задерживать и обыскивать подозреваемых, может вести расследование в отношении родственников или поручителей подозреваемых, проверять любые банковские счета и финансовые записи, может вызывать на допрос свидетелей, привлечь к суду любого гражданина, независимо от его статуса, ранга или вероисповедания. Исключений для высших госслужащих нет, им наоборот уделяется особое внимание. Чиновник, уличенный в коррупционной деятельности, лишается службы, пенсии и всех льгот. На логотипе бюро по расследованию коррупции написано «Swift and Sure» быстро и уверенно. Упрощение законодательства, устранение двусмысленности в трактовке законов, Правила написаны ясно и просто. Отменены различные разрешения лицензирования, что могут прослужить почвой для коррупции. Установление высокой оплаты судей. В их должности привлечены лучшие адвокаты. Очистка правительства. Инициированы расследования о доходах всех вышестоящих политиков. Уличенные в коррупцию были приговорены к различным срокам лишения свободы и крупным штрафам. Некоторые покончили жизнь с собой убийством, либо убежали из страны. К госслужащим заработная плата поднята до уровня высшего руководства корпораций. Были полностью устранены мафиозные структуры. Для прозрачности в деловой среде проводится противодействие откатам и взяткам в частном секторе. Любое лицо, предлагающее, дающее, берущее премию, может быть оштрафовано или осуждено, либо оштрафовано и осуждено одновременно. Средства массовой информации получили широкие полномочия, и журналисты внимательно следят за образом жизни, затратами и доходами госслужащих, их родственников и друзей. Граждане имеют возможность безотлагательно сообщить о коррупции анонимно, различными способами. Преступление и наказание. В Сингапуре очень строгая система наказаний. Согласно отчетам пенитенциарной системы, здесь самый высокий уровень смертной казни – через повешение. Чаще всего на виселицу отправляются убийцы и наркоторговцы. Интересно, что в современном Сингапуре существует наказание в виде избиения палками, и общество в большей степени его одобряет. На улицах города не так часто можно встретить полицейских, но сотни тысяч их электронных глаз следят на каждом углу. Уровень преступности в Сингапуре – один из самых низких в мире, и совершают преступления в основном приезжие, которые не знают об уникальных табу и особенных штрафах. Fine City Это прозвище Сингапур получил благодаря англоязычной игре слов. Fine переводится как имя существительное – штраф, и как имя прилагательное – прекрасный. Вот и получается – либо город штрафов, либо прекрасный город. О многочисленных запретах предупреждают знаки на улицах города, что необходимо знать обязательно, чтобы не получить квитанцию об уплате штрафа. Штрафы приведены в сингапурских долларах. Сделал глуток воды в общественном транспорте или надкусил шоколадку – раскошелься на 500 долларов. Намусорил или плюнул на тротуаре – лишись 500 долларов. Покормил голубей, чаек или прочих пернатых – покорми бюджет на 500 долларов. Сходил по маленькому в лифте – обеднеешь минимум на 500. Думаешь, не заметят? В лифтах установлены датчики, как только сработает, двери автоматически блокируются, и бригада уже в дороге. Перешел дорогу в неположенном месте – отдай 500 долларов. В некоторых случаях лишат свободы на срок до 6 месяцев. Выкурил сигаретку в общественном месте – заплати 1000 долларов. Прогуливаешься по своей квартире голышом и при раскрытых шторах – с тебя 1000 долларов. Носишь с собой воспламеняющиеся жидкости – потеряешь 5000 долларов. Завоз жевательной резинки – штраф до 1000 долларов. Все просто – жвачка портит дорожное покрытие и обувь пешеходов. Нарисовал граффити или еще какую-нибудь ерунду – получи порку палками за порчу общественного имущества. Вообще запреты исчисляются сотнями. Есть даже такой нелепый, на наш взгляд, штраф за то, что после полива комнатных растений в блюдце под горшком осталась вода. А ведь застоявшаяся вода – идеальная среда для комаров, которых практически искоренили в Сингапуре, благодаря чему избавились от эпидемии малярии и лихорадки. В ночное время после 22.00 на улице запрещено собираться группами больше двух человек. Важно знать и воздержаться от критики правительства Сингапура, расовых различий и религиозных убеждений. За это могут депортировать из страны и запретить дальнейший въезд. В общем-то Сингапур – это такая страна на любителя, страна одного-двух дней. Но все-таки я думаю, что здесь стоит побывать. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Подписывайтесь, если нравится тематика путешествий. Ставьте лайки. Всем удачи!